У поста загорелся склад. Там горит танк. Танк взрывается снова и снова. Танк взорвался. Снаряды рвутся внутри. А там рядом с постом взрывается склад. 14 сентября на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном начались перестрелки. Стороны конфликта обвинили друг друга в провокациях с использованием тяжёлого вооружения. К сожалению, на наши призывы остановить обстрел территории Кыргызстана, сесть за переговоры и решить вопрос мирным путём, руководство Таджикистана, государственные органы и руководители государственных органов никак не могли воздействовать на свои вооружённые силы. Они нас заверяли, что им дана команда, что прекратят огонь, если мы закончим. Мы попытались тоже приостановить ответные меры, но, к сожалению, военнослужащие Таджикистана продолжали обстреливать. Под давлением международного сообщества стороны конфликта всё же договорились о прекращении огня 16 сентября. За время конфликта в Кыргызстане погибли 59 человек. Кроме того, более 100 получили ранения. В Таджикистане заявили, что в результате боевых действий на границе погибли 35 граждан, их страны и по меньшей мере 20 получили ранения. Здесь огнестрельное ранение, огнестрельное, дробовое ранение, слепое, имеется дробь в области предплечья. Искали первые области левого надплечья. Рана рвана рана. Ночью сделали операцию, перевести киргизскую обработку. Скоро в плановом порядке, потом вторичная киргизская обработка с наложением швов будет. Состоятельно стабильнее. Президент России Владимир Путин призвал стороны к мирному решению конфликта. Он провёл телефонные переговоры с президентами Кыргызстана и Таджикистана, обсудив обстановку на кыргызско-таджикской границе. Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. Подтвердил готовность России оказать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в кыргызско-таджикском приграничье. Из сообщения на сайте Кремля. «Пока в этой ситуации этим странам некому обратиться к третьей стороне, кроме России. Поэтому из-за отсутствия альтернативы они готовы принимать Москву таким посредником – арбитром – и прислушиваться к её словам». Причина конфликта между странами – спорные территории Баткенского района и водные ресурсы. Значительная часть границы между Таджикистаном и Кыргызстаном до сих пор не демаркирована. Граница между двумя странами составляет 970 километров, и из них 519 маркированы. Соответственно, там нет никаких вопросов. А вот как раз остальная граница – там есть противоречие. Поскольку население проживает там смешано, существуют таджикские анклавы на территории Кыргызстана. Есть то, что называется этническая конкуренция. Конкуренция за воду, за территорию, поскольку ключевые водные ресурсы находятся как раз на границе. И стороны спорят, как должны получать воду. 19 сентября в Кыргызстане был объявлен национальный траур по погибшим в результате конфликта. За последние 20 лет на кыргызско-таджикской границе произошло почти 100 столкновений.